Снегоуборочная техника на дорогах района сегодня работает практически без перерыва. Одни разбрасывают песко-соляную смесь, другие расчищают проезжие части от наметов снега. В Лавинском районе особенно остро последствия арктического антициклона ощутили на себе жители Чамлыкской. 29 января из-за дождя сильно обледенили дороги, что затруднило движение. Ночью начался снег и сильный ветер, порывы которого достигают 20 метров в секунду. При этом столбики термометров опустились до минус 12. Не изменилась ситуация и на утро 30 января. Из-за метели трудно было удержаться на ногах. Некоторые станичники приспосабливают трости из подручных средств. Ситуацию держит на контроле руководство поселения. Предупреждение штормовым мы предупреждены заранее. Администрация района нам сводки постоянно дает. Поэтому первое, что мы делаем, сообщаем об этом бюджетным организациям, особенно там, где находятся люди круглосуточно, ну естественно и школа. Ну и как когда вот эти вот процессы негативные природы начались, огромное внимание уделяется дорогам, потому что у нас в станице подъемы. Поэтому у нас есть трактор с оборудованием, просыпаются подъемы. Дальше у нас машина КАМАЗ спецоборудованная для посыпки дорог тоже есть. Она сейчас находится в городе, обрабатывают улицы, но и проходит у нас по станице, просыпают дороги, где социально важные объекты. Ну и конечно маршрут автобуса Лобинск-Чамлык. Кольцевая дорога большая у нас есть. И вот маршрут автобуса у нас постоянно поддерживается в таком состоянии, чтобы автобус смог пройти и не было проблем с подвозом жителей. Ну и вот центральная улица, где как раз садик, школа и другие объекты находятся, магазины. Вот это просыпается у нас. Ну и подъемы, конечно. Наш трактор рано утром выходит, просыпает. Ну и в принципе проблем таких у нас нет. В связи со сложившимися метеорологическими условиями график движения пассажирского транспорта в поселении не изменился. В магазины вовремя доставляются продукты. А вот в школу из 300 учеников 30 января на занятия пришли только 50 человек. Те учащиеся, которые проживают далеко от школы из-за сильного ветра и мороза остались дома. Они очень далеко живут и автобус на ними не приехал. Поэтому они пришли. Я пришел в школу, потому что я люблю учиться. Несмотря на плохую погоду, я пришел. В связи со сложившейся ситуацией, сильный ветер и мороз, многие дети не пришли в школу. Родители приняли решение не отпускать детей в такую погоду в школу. И в школе сегодня присутствует из 300 детей присутствует 51 человек. В начальной школе всего лишь 4 человека. Ну, можно объяснить еще очень таким трудным рельефным, рельефной ситуацией станицы, потому что очень крутой подъем. И подъем даже пешеходный. Сейчас занесен снегом, но хотя его постоянно чистят, невозможно постоянно контролировать, через каждые полчаса посыпать. Потому что сильный ветер приносит, сносит снег и засыпает подходные пути. Объединение тротуаров, дорожек, хотя коммунальные службы ведут постоянную подсыпку, но результаты действенно не дают. И поэтому детки, многие родители сказали, что детки не придут в школу из-за того, что по погодным условиям. В связи с ухудшением погодных условий в районе введен режим повышенной готовности. По данным Краевого гидрометеоцентра, холода продлятся до 3 февраля. Во всех поселениях, в том числе и Чамлыксом, предпринимают все возможное, чтобы предупредить возникновение чрезвычайной ситуации. Действительно, погода необычная для края, необычная даже для России. Потому что не только у нас. Смотришь по телевидению, что происходит. Действительно, очень необычно все. Поэтому стараемся, чтобы не произошло чего-то непредвиденного. У нас техника готова. В случае каких-то нюансов, техника выйдет и на подъемах просыпет. Все сделаем. Вчера сам лично проехал на машине. Просмотрели, где эти водозаборы. Просмотрели, какие нюансы у нас на водоканале. Поговорили с работниками. То есть, в принципе, готовы к любой ситуации. Наталья Литвиненко, Игорь Исаков, телекомпания «Алабан».